Белорусский каравай перевалил за 7 миллионов тонн. Свыше шести – зерновые и зернобобовые. По вкладу в общую копилку по-прежнему лидируют хозяйства Минской области. В тройке передовиков Гродненские и Брестские регионы. В школах с 1 сентября появится предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории» для десятиклассников. Разработана методическая база, учебник и программа. Интегрированный курс нацелен помочь изучать исторический процесс целостно. Пробная партия техники, произведённой на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов, отправлена на Кубу для последующей сборки. В дружественную страну доставят 12 тракторов для создания сборочного производства мощностью 25-35 лошадиных сил. Предприятие самостоятельно организовало загрузку машин в транспортировочный контейнер. Это позволило клиенту значительно сэкономить в расходах на перевозку. Сотрудники МЧС провели урок для ребят из летнего лагеря 34-й школы. Специалисты рассказали о важности соблюдения правил безопасности у воды, продемонстрировали, как использовать спасательный круг и верёвку для оказания помощи утопающим. Школьникам также рассказали о необходимых в лесу вещах, объяснили, какие служебные номера необходимо запомнить. Образцовый театр песни «Шина» на и 1 сентября объявляет набор детей и молодёжи. Старожилов и дебютантов с любовью будет ждать бессменный руководитель Алла Ефименко. Помимо вокала в этом году будет открыт хореографический класс. Принимаются дети с 5 лет без подготовки, а также юноши и девушки для подтанцовки в концертные группы коллектива.